Засуха 2021 года, рост цен на запасные части, горючие смазочные материалы, минеральные удобрения и пестициды создают серьёзные сложности для своевременной подготовки и качественного проведения предстоящего весеннего сева. Глава государства поставил перед правительством задачу увеличить доступность к господдержке сельхозпроизводителям. Мы сейчас отрабатываем с акиматорами районов сельхозпроизводителем и составляем предварительную структуру посевных посевов текущего года. По предварительной информации, эта работа уже проводится, в текущем году объём посевных площадей, яровой сев, он будет чуть больше, чем в прошлом году. Прогнозируем, что яровой сев составит порядка 5 миллионов 100 тысяч гектар, что на 45 тысяч больше, чем в 2021 году. В Министерстве сельского хозяйства заявили, что особенное внимание будет уделяться соблюдению севооборота, то есть последовательной смене культур. Это предусматривает новые подходы государственной поддержки агропромышленного комплекса. Начнется программа кредитования сельхозпроизводителей. Правительство в целом на порядок планирует увеличить объёмы финансирования. Мы в текущем году для Акмолинских аграриев направим только кредитных средств в виде форвардного закупа. Если в прошлом году на эти цели мы направили порядка 11 с лишним миллиардов тенге, то в текущем году мы планируем практически увеличить вдвое и направить порядка 25 миллиардов. Это существенная поддержка, чтобы сельхозпроизводитель смог приобрести расходные материалы, ГСМ, запасные части, семена при необходимости. В регионе на 1,6 тысяч гектар увеличится площадь посева масличных культур на 26 тысяч кормовых. Данные меры приняты для дальнейшего увеличения поголовья животноводства. Назира Балташева, Павел Соловьёв, Жамбул Балтаев, Кокшьяк, Парад.